Сегодня я хочу рассказать о своей судьбе развития. Конечно, не о полном развитии, как таковым, которым я обладал по своей жизни, а и обладаю. А особым аспектом хочется рассказать о тех соглядатаях, которые за мной следили и из рук в руки передавали по жизни, чтобы я развивался под присмотром, как я понимаю, на сегодня. И, если проще сказать, чтобы я не развивался так, как мог бы развиваться. Как мне дала природам. А что получалось? Получалось следующее. Я родился и был непростым ребенком. Действительно непростым, потому что я помнил, например, когда мне было там буквально 2-3 месяца, то место в поликлинике, ту комнату, ту медсестру, женщину, которая мне делала прививку. Потом, через определенные годы, когда мне будет уже 8-10 лет, я с мамой, помню, приходил в эту же поликлинику, где мне делали прививку однажды. И я узнал эту медсестру и саму комнату, и даже сказал, что там стоит. Но в те времена редко что менялось существенно, даже за годы, как бы не было такого развития, как у нас сейчас, в сегодняшние дни. Там типа ремонты, там новые оборудования и так далее. И люди, они работали по 30, по 50, по 40 лет на одном месте. Поэтому было проще. Ну, конечно, мне никто не поверил тогда, и даже мама не поверила, что я это помню. Но самое главное, что действительно я-то это помнил. Причем по жизни я начал развиваться очень рано. Скажем, в 6 лет я уже писал стихи, написал первое стихотворение. И отец его записал, я еще читать и писать не умел. Я его выучил наизусть, это стихотворение. И на празднике Новый год прочитал перед группой детишек. Кроме того, в 6 лет я многое-многое другое начал. Я жил практически уже полноценной взрослой жизнью. А чуть попозже, тут надо поговорить о таком обстоятельстве. Чуть попозже я занялся музыкой, но надо пояснить почему. Я жил тогда с родителями в частном дворе. И рядом с нами был двор некоего дяди Петти. Играл он великолепно на баяне. Это был баянист, музыкант от корня, от рождения. Это был талантище. Он моментально только выходил, любая песня, на слух подбирал ее так, с переборами, что все лилось и он был, конечно же, приглашаем на все свадьбы и так далее и тому подобное. Но выпивал сильно. Ну ладно, это его была проблема. В любом случае, я в 10 лет попросил своих родителей тоже, чтобы мне приобрели баян. И решил заниматься на этом инструменте, учиться играть. Меня отдали, папа и мама отдали при школе кружок баянистов, при общеобразовательной школе. И когда я год прозанимался там, то преподаватель этого кружка вызвал моих родителей и говорит, типа того, что ему тут делать нечего, вашему мальчику. Он играет замечательно, у него талант, возможности музыкальные. Вам его нужно отдавать срочно в музыкальную школу или музыкальную студию. А я уже после первого года обучения играл вальс на сопках Манжури. С треоликами, со всеми делами. И в общем-то очень даже хорошо играл. И не только его, и сложные пьесы достаточно. Это за первый год обучения. Хорошо, меня отдали в музыкальную студию. И я стал там заниматься. Прошло буквально месяца два. Преподавателя звали Зубков. Фамилия помню. Имя отчества не помню. Он вызывает друг моих родителей, говорит, с него толку не будет. Вы представляете, интересно очень как. То есть я заявил о себе первый год обучения, что я возможности имею, что у меня есть не просто возможности, а где-то какие-то и таланты даже. И как бы засветился этим самым. А уж в музыкальной студии моментально засветился. Все там уже, как говорится, вычисляется. Вот этот вот Зубков вызывает родителей, говорит, с него толку не будет. У него типа ногти грязные, значит он играть не будет. Все, забирайте его. Представляете, что делается? Ну нифига себе. Я иду по лестничной площадке с мамой. Ну все уже, да, забирать документы в этом дворце культуры. Спускаемся вниз на первый этаж. И навстречу идет какой-то другой, горбатенький такой, неказистый, невысокого роста мужичок. Он хитро прищурился, посмотрел на меня, на маму, говорит, а что мальчик плачет? А мама говорит, ну вот Зубков выставил, говорит, из кружка баянистов, то есть ему не место в музыкальной студии, представляете? А этот на меня смотрит, мужичок, и говорит, а ты хочешь играть на баяне? Я говорю, да. Он говорит, ну что ж, пойдем, будешь учиться у меня. А он тоже оказался руководителем кружка баянистов. Его звали Куйгин Алексей Тихонович. Он меня как бы подобрал с легкой руки. Вот смотрите, в мире всегда действуют, по крайней мере, так поступают с разными людьми, которых нужно как-то, да, расколоть там или как-то вызвать на доверие и начать управлять ими, да. Вот в мире действует такое правило, злой полицейский и добрый полицейский. Вот Зубков оказался неким таким монстром, злым полицейским. А Куйгин, ну наверняка же не просто так шел навстречу и увидел вдруг нас. Понятно, что все это уже было из рук в руки называется, да. То есть там меня оборвали, обломали и сказали, что я ничто. Чтобы я уже в сознании понял и стал себя, ну программа, да, стал себя настраивать на то, что я плохой, понимаете. И я никакой не музыкант. Все, это первая уже ласточка, да, обрубили крылья. И дальше вдруг этот подбирает меня, ну как бы, ну ладно там, ну ты плохой, но я все-таки же ты хочешь, ну как бы, я с тобой займусь, я с тобой займусь, да. И он меня подбирает, ну честно вам скажу, учил этот Алексей Тихонович очень плохо. Он вроде бы душа хи-хи, ха-ха, такой весельчак, такой вроде бы рубаха, парень-мужик, да. Но ничего серьезного и существенного он мне как музыкант не давал. То есть он давал слабинки, в общем, я самотеком вот как вот мог еще потихонечку занимался, да. Давал мне пьесы разучивать на баяне, которые мне не нравились, ну почти не нравились все. И естественно я, ну, стал отбрыкиваться от всего этого, мне было просто погано на душе, тем более уже программа от Зубкова была, вот. А дальше уже получается, что я закончил музыкальную студию, и пять лет в этих, которые я мне и прозанимался, они уже дали гораздо меньше толку, чем первый год в кружке баянистов при общеобразовательной школе, вы представляете, да, то есть уже тормознули там, веру в себя поломали, и все, уже начались преследования. Но отпускать меня, как я понимаю, они тоже не хотели на вольные хлеба, потому что я сильная личность, и сейчас я такой же сильный, всегда буду им таким. Не хотели, потому что боялись, что я опять прорвусь, но не в этом, не в музыке, так в чем-то другом. Ну, хорошо, значит, как-то интересно очень все складывалось, что этот Алексей Тихонович Кудин, оказывается, еще работал, преподавал в музыкальном училище. Вот, и в музыкальном училище он преподавал, и я поступаю в это училище, то есть у меня прямая дорога, в это училище, я в него поступаю, учусь у этого же Алексея Тихоновича, он там, завкафедрой, отделением баянным, точнее. Я у него занимаюсь, опять спустя рукава, там он еще хуже ко мне относился, то есть вообще пофигу, но играю там что-то и играю. Вообще было неинтересно даже, честно говорю. Закончил я училище. Ну, конечно, я пока там учился, все говорили о том, что надо поступать в институт, надо поступать в институт. А какой именно, тоже я понимал, Краснодарский институт. Вот. Закончил я это училище, пошел работать, год поработал, а потом вдруг-то понимаю, что надо поступать. А к кому я обращусь, чтобы меня туда подготавливали? Ну, кого я еще знал? Да больше никого, кроме этого Кудина. Естественно, я к нему обращаюсь, это все было продумано, понимаете? Вот. Я к нему обращаюсь, он меня год готовит в этот институт якобы, а потом, значит, вдруг оказывается, что у него в этом институте работает чуть ли не двоюродный брат. И тоже заведует он там кафедрой каких-то там инструментов. вот, и он меня, Ескин Михаил Иванович его звали. Вот. И он меня привозит, знакомит с ним и говорит, что вот так и так вот он будет к вам поступать. То есть, нет, там ни блата не было, ничего. Но он как бы из рук в руки меня передал, что вот, это мой ученик, он будет к вам поступать. То есть, там не было такого, что вот кто-то по блату меня туда, да, как говорится, взял. Просто в этот год как раз конкурса никакого совершенно не было. Там буквально на одно место было 1,3 человека, 1,3 десяток, понимаете. То есть, я легко поступил, потому что я хорошо играл на баяне в любом случае, как бы меня ни тормозили, и знал все предметы, которые мне нужны. Единственное, чего я боялся, это грамотность у меня оставала, потому что я родился и вырос в очень бандитском районе, вот, и слышал неправильную речь с детства, понимаете. И поэтому грамотность у меня хромала очень сильно. И вот только сочинения я и боялся. Но мне удалось поступить. Как раз у меня была тройка по сочинению, к сожалению. Но это как раз был проходной балл, я поступил. То есть, с одной тройкой брали. Ладно, у Ескина, занимаясь в институте, я играл еще хуже. Вот я пришел, помню, с корабейниками, Гаврилова, по-моему, обработка, да? И ушел с корабейниками, Гаврилова обработка. Это за пять лет. То есть, меня вообще там остановили, как музыканта. Все, развеяли и сказали, ты ничто, вот этот уровень твой, до свидания. То есть, меня тормознули полностью. Ну и потом, определенные годы пройдут еще, я стану Всеславом Соло. Я буду приезжать в Краснодар еще, преподавать уже свое учение. А этот Ескин будет умеющий заниматься. И он будет годами за мной наблюдать, а не прорвался ли я, как музыкант, а не пошел ли я куда-то выше. Он постоянно меня контролировал, вплоть до, вот, буквально еще года два назад мы с ним как-то переговаривались. А он мне говорит, когда я ему сказал, говорю, а вообще-то я могу сейчас еще взять и стать баянистом. И такого, ну, всемирного масштаба. А он мне говорит, ну, для себя разве что, вот такого типа, представляете? То есть, уже внушает для себя разве что научиться играть. Ну да, для себя. А вот смотрите, интересный такой момент был, да? Я занимался стихами и попал тоже в лапы, по-другому не назовешь, некого армянского поэта Аршака Арсеновича Тер-Маркарьяна. В лапы, потому что практически он точно так же меня пас, как по музыке, так и в стихах. Вот он в стихах меня тормозил просто по-черному. Заставлял писать стихи о каких-то трубах заводских, о каких-то рабочих, там, крестьянах, там, о земле, о родине, ну и разная непонятность, короче говоря, шла. Он совершенно меня пытался зарубить как поэта, как поэта-философа, энергетика, как поэта-чувственного. Все это он пытался зарубить. И подворовывал строчки прилично тоже. Помню, мы прогулялись по парку, выходим, а я говорю, ну вот, весь клубок дорог мы размотали в парке. Смотрю, уже у него в стихотворении это появилось. Ну, часто подворовывал мои строчки, не хочу сейчас об этом говорить. К сожалению, это многие поэты делают, проблема в другом. То, что он подпитывался от меня, это понятно энергетически, но он меня постоянно задавливал. И даже не стесняясь, говорил в лицо, его при своих других товарищах, его, то есть меня, да, надо тормозить. Тормозить. Слышите? Его надо тормозить. То есть меня практически, он даже не скрывал этого, да, не стеснялся. Практически тормозили, не давали развиваться. И практически уже чуть ли не смеясь в лицо, мол, никуда тебя не пустим. И вот почему я об этом рассказал, потому что была, значит, интересная встреча какая-то одна, ну, очередная встреча, ну, типа, знаете, вечеринки какой-то, да, в союзе журналистов. И я там оказался тоже, и этот Аршак был, да, Арсенович. Вот, и, кстати, он не любит себя почему-то называть армянским поэтом, что он армянин, но как бы не армянский поэт. Вот почему-то ему не нравится быть армянским поэтом, хотя он армянин. Ну, и что здесь такого плохого? Ну, ладно, это его проблема. Вот, я о другом хочу сказать. Так вот, там был приглашен еще, знакомый какой-то чей-то был, да, один баянист, который был другом Вячеслава Галкина на то время, известного во всем мире непревзойденного баяниста, да, классика баяна. А этот вот, который был приглашен, он, ну, немножко выпивал, там, где баширил, и его из пединститута отчислили. А он играл в два раза лучше Галкина. И вот, когда он там оказался с баяном на этой вечеринке в союзе журналистов, где были писатели, и я, как молодой поэт, вот, он сыграл, поиграл, а я подошел к нему, говорю, можно я тоже поиграю? Ну, я взял баян и тоже начал играть. Вы знаете, он долго на меня смотрел, присматривался, слушал, как я играю, а потом говорит, а ты почему бросил играть на баяне? Я говорю, да, в принципе, я не бросил, я как бы и не особенно стремился, потому что, ну, что я, ну, просто баянистый и не более того. Он покачал вот так головой, его мнению можно доверять, и сказал, ты многих бы мог заткнуть за пояс. Понимаете, это мнение специалиста номер один по баяну в мире, можно считать, было так на то время. Его было мнение, понимаете? То есть меня просто тормозили, чтобы я ни в коем случае не стал музыкантом. Ни в коем разе, понимаете? Чтобы я ни в коем случае не стал не поэтом, понимаете, не стал поэтом, да? Ни в коем разе в лицо прям говорили, да никакой не поэт, и вообще издевались, не издавали книги, ну, и так далее, и тому подобное. И в эзотерике тоже, когда я уже стал всеславом соло, вот, в эзотерике тоже меня вытурили из Москвы, создали невыносимые условия вокруг. То есть моя бывшая жена, это была подставленная женщина, которая сегодня до сих пор еще измывается надо мной, некая сыровая Елена Борисовна. Вот. Она до сих пор надо мной измывается, даже память моих отца и матери, она очерняет и их тоже. То есть это удивительный, твариобразный человек, вот так бы я сказал. Твариобразный, которому верить вообще невозможно, как ему люди верят еще и кто-то гадает у этого человека, у сыровой Елены Борисовны. Я считаю, это просто, ну, ненормальные люди, потому что доверять такому человеку невозможно. Это подставленный человек, очень негативный, очень негативный, я бы сказал, вампир просто. Вот, идем дальше. Так вот, в один прекрасный день, когда мы еще жили вместе с этим человеком, а по крайней мере она мне так рассказывала, да, ее в Москве она была, и какой-то мой бывший соученик схватил ее за руку, остановил на улице, как бы и сказал, ну вот, говорит, твой Соло остался в жопе, слышите? В жопе. Ну, то есть получается, мы его вытравили из Москвы, выгнали в Подмосковье, мы не даем ему издавать книги, нигде никаких издательств его не издают, мы не берем его книги ни в какие магазины, кстати, действительно до сих пор их так и не берут, никакие магазины. Представляете, что делается? Я автор уникальных 18 книг, и меня нигде не берут. И постоянно измываются, стараются держать между небом и землей, не давать зарабатывать деньги там, ну и так далее. То есть просто измываются. Это, конечно, ФСБшные тоже структуры, я насколько понимаю, контролируют это все. И кроме них еще и масонские структуры, и многие другие, включая и анунаков, как я понимаю, и многих других. Ну вот. То есть, короче говоря, по всем направлениям сплошные тормоза. Вы представляете, что делается? Вот подумайте, из рук в руки, да, и постоянно кто-то ведет. Вокруг меня создали искусственный мир знакомых. То есть определенные люди по всем направлениям, подставленные люди, да, с которыми только я и могу контактировать. Обычных людей ко мне не допускают практически. То есть ко мне мало кто может дозвониться. Вот. Ко мне мало кто может дописаться по интернету. Ко мне мало кто может достучаться там даже по скайпу или куда-то по какой-то еще системе. Везде сплошные тормоза. Книги мои купить почти невозможно. То есть контролируется, ну, все, что касается меня. Вот смотрите, я вам скажу честно. Даже память о моей какой-то деятельности везде стараются уничтожать. Улица, на которой я родился, была 16-я улица. Вот. А все там улицы, типа 17-я, 20-я и так далее, да. А именно вот мою улицу переименовали и назначили имя там какого-то украинского героя Советского Союза. Вот. Может быть, это и почетно, но вообще-то, вообще-то, это была цифровая магия. Я на этой улице прожил до 16 лет в доме 119, да. То есть это полностью кодировка моего рождения, да. Первое, это январь, 19 января, то есть дом 119, и еще до 16 лет на 16 улице. То есть всю эту кодировку нарушили, переназвав улицу даже, да. Роддом, в котором я родился, его абсолютно переименовали и переквалифицировали в психиатрическую клинику. Вы можете себе представить, что творится, чтобы как бы на подсознании, энергетически, на любом расстоянии, на меня это доминировало. Но сами понимаете, это же дух, да, это приход человека на землю, и вдруг это место оскоренено. Вот подумайте, что творится, да. Дальше, если разобраться. Я работал директором клуба. Клуба, который я описал в своей первой книге «Астральное тело». Этот клуб я сделал с иголочки, мне даже из ЦК партии звонили, вас никто не обижает, спрашивали. То есть меня знали во всей стране, я был как бы номенклатурная единица. Я поднял этот клуб, он работал гениально. И вдруг его сейчас вообще нет, его даже здание снесли. Вы представляете, что делается? И я сейчас, если начну рассказывать, что творится, так просто вот в голову не укладывается преследование по всем направлениям. Я снял художественный фильм, его не показали совершенно ни по одному, даже телевизионному каналу в России. Зато вот шесть американских ТВ-каналов показали его по всему миру, причем дважды, потому что зрителю понравился этот фильм. И в интернете миллионы человек его смотрели и смотрят «Сказка любви 2010». Кроме того, я написал, например, хорошую книгу по бизнесу «Пойми деньги, деньги поймут тебя». Ну прекрасная же книга, единственная, наверное, в стране, которая, наверное, так и есть, даже в мире в каком-то смысле, которая показала очень интересные грани бизнеса. И смотрите, там я написал, еще когда Россия не процветала, вот она вся была в разрухе, я написал, что в стране должно быть как минимум два министерства финансов. Одно министерство только зарабатывает деньги, а другое министерство только тратит эти деньги. То есть они спина к спине должны стоять, и одно только зарабатывает, а другое только тратит. И вот тогда, говорю, страна начнет выравниваться. Плюс, говорю, все, что в стране есть, должно еще дважды быть. Имеется в виду, допустим, страна стоит, ну скажем, там 100 миллиардов долларов, да, ну она, конечно, больше гораздо стоит, то, значит, еще 200 миллиардов должно быть в запасе, неважно в чем, в цветном металле, в золоте, там серебре, в драгоценных металлах, других камнях, или еще в чем, в чем там недвижимости, там и так далее, или в запасе валютном, да. Вот я это описал, и это назвали потом, потому что это примут, этим будут управлять, этим будут пользоваться, это назвали стабилизационным фондом. Стабилизация, да, получилась, финансов. Плюс, естественно, открыли еще одно министерство, как я и предлагал. То есть по этой книге выравнили Россию. И поэтому там заслуга не Путина, а моя заслуга, что Россия выравнилась. Вот это вот, кто-нибудь сказал где-нибудь? Нигде, никто. Я вышел первым человеком в Матрицу, в Матрицу, когда мне было еще 20,5 лет. Кто-нибудь где-нибудь меня упомянул, что это мои рассказы о Матрице, только там пули летят в фильме, да, а у меня, на меня кулак шел человека, я это все подробно рассказывал, как я вышел в Матрицу и внедрял это понятие, что это такое. Тоже своровали. Голливуд поумнел, сколько там умного всего, а там половина моих тем, понимаете. Половина моих тем. Вот почему я все сейчас вам это рассказал. Внимательно посмотрите на судьбу вашего ребенка, внука, на собственную судьбу. И если вы действительно обладаете какими-то талантами, какими-то очень необычными способностями, то вас наверняка или будут вести, или уже ведут, и если что-то и разрешают, то только вот на какой-то определенный момент дозволенности, не более того. То есть вами абсолютно управляют, вам не дают себя реализовать так, как вы полноценно бы могли это сделать. Что для этого требуется? Во-первых, не молчать. Видите, я не молчу, я сказал об этом честно. Во-вторых, надо сплачиваться. Для чего я сделал этот телевизионный канал Невс Тиви. Новейшая эра Всеслава Соло. Но это не гордыня, а просто это действительно так, да? Наше учение, логика предметно-беспредметных островов, оно так или иначе все равно овладеет всем мирозданием, всеми умами на планете. Поэтому давайте сплачиваться возле нашего телевизионного канала Невс Тиви. Пишите тоже передачи, присылайте мне эти передачи. Я буду смотреть их, редактировать или перезаписывать с вами как-то. И будем выпускать их также в эфир. У нас будет свой домен, у нас свой будет персонал. Давайте организовывать всепланетарный телевизионный канал. И будем снимать также свои художественные фильмы. Мира и добра всем.